Вселенную спасли человек-муравей и осад. Я использую дипфейка в практике тарологов. Ставят на автоматизацию расклады карт. А ну такой вот будущий, да? Чтоб там не ковырял он маск со своими экспериментами. Пролетел на Марс вот с этой говорящей головой. Зачем? Зачем это так делать? Когда в этот маленький чемоданчик будет заложена маленькая бомбочка. Любопытно, но... Всем привет! В этом выпуске закон о конфиденциальности мозга. Видео-генератор от Microsoft и детектор лжи и тараканы-киборги. С вами подкаст «Цифровая реальность» и я его ведущая Стасия Савельева. Здесь мы обсуждаем самые актуальные события из мира цифры, которые произошли в России и мире за последнюю неделю. Сегодня у нас в гостях Алена Гераченко, преподаватель Высшей школы экономики, юрист в сфере информационной безопасности и защиты персональных данных. Всем привет! Карен Казарян, директор Института исследования интернета. Приветствую! И Кирилл Аношин, директор Национальной гильдии фрилансеров. Всем привет! Итак, перейдем к нашей первой новости. Штат Колорадо, США, принял закон, который запрещает компаниям продавать данные о мозговой активности пользователей. Информация об активности мозга будет защищаться на том же уровне, что и отпечатки пальцев. Ну, вообще, защита личных данных – это замечательно. И, правда, пока не совсем понимаю, как информация о наборе нейронных колебаний мозга может применяться во вред. Но шапочку из фольги далеко не убираю. Что вы думаете по поводу этой новости? Какие-то у вас есть опасения по этому поводу? Давайте я начну. Если никто не против. В общем-то, я, наверное, начну сразу с критики, потому что в этом законе, я так пробежала, предлагают ввести два термина – это нейролдата и нейротехнология. На самом деле, данные о нейронных связях – это те же самые специальные категории данных. Ну, то есть, как бы, их законодатель, да, он, как обычно, решит пойти по пути детализации и ввести новую категорию. Вот. Смысла внедрения этой новой категории я не вижу. Вот. Вот хотя бы потому, что у нас уже есть, как бы, более крупные нормы, как в международном законодательстве, да, как на национальных уровнях. Поэтому излишняя конкретизация – это, мне кажется, влияние лоббистов, вот, в части тех компаний, которые как раз-таки занимаются разработкой, скорее всего, этих нейротехнологий и хотят выбить себе какие-то послабления. Вот. В этой части хотелось бы еще обратиться к исследованию, я почитала исследование Роберта Андорна и Марсела Елки. Это профессора, доцента права в Мюнхене и в Цюрихе. В общем-то, они тоже говорят о том, что специальные категории данных, они включают в себя в том числе данные о мозговой активности. Вот. Но они предлагают просто конкретизировать, что же это такое, да, что некоторые специальные категории данных, в том числе вот эти нейрол дата, они включают в себя четыре типа прав. Право на ментальную приватность, право на психологическую непрерывность, право на психическую целостность и право на когнитивную свободу. То есть на самом деле они просто предлагают детализировать, может быть, даже на уровне судебной практики, толкование этого права, но ни в коем случае не выносить это именно в отдельное право, в отдельный тип данных. Просто потому что, повторюсь, это уже есть законодатель. Спасибо. А я, наверное, немножко дополню. В Америке нет законно-персональных данных, есть закон о защите отдельных типов. На мой взгляд, с учетом того, что не очень понятно, как можно вне медицинского, скажем так, окружения получить данные о мозговой активности, то в любом случае это покрывается законом, защищающим медицинскую информацию. Тут я бы, наверное, чуть-чуть отошел назад и, в принципе, сказал. Мы вот буквально, была на прошлой неделе большая конференция Data Fusion. Там со сцены Саша Крайнов, главный по искусственному интеллекту в Яндексе, сказал такую вещь. А представьте, вот мы бы в предыдущую волну в 2019 году приняли закон о регулировании. Еще не было чат GPT и ничего. Мы вообще не знали, как оно будет дальше. Плохо всегда принимать регулирование, которое регулирует какой-то аспект конкретный технологический. Это неправильно. Потому что мы не знаем, как технологии будут развиваться и что будут, собственно, с этими данными делать. Есть, если там интересно, есть большая достаточно статья Long Grid, прекрасный ресурс Wait About Why про как раз нейротехнологии и насколько это все еще в начале пути, по большому счету. Что бы там ни говорил Elon Musk со своими экспериментами. и вводить регулирование сейчас, когда до какого-то, я же даже не говорю коммерческого, когда просто до какого-то выменяемого технологического эффекта горизонт минимум лет 10, это очень странно. Ну, если можно, я немножко добавлю, и несерьезно уже скажу, да, ну, коллеги, на самом деле, то, что сейчас происходит вокруг, включая вот эти вот замечательные действия по поводу данных из мозга, мы все видели в американских фильмах. И 10 лет назад, и 15 лет назад, и с Трузом, и с Бен Мафликом были фильмы, да, когда что-то где-то происходило, и эти данные используются либо во благо, либо во время, да. Я абсолютно согласен, что с Кареном сейчас достаточно рано говорить вообще о регулировании данных штук, да, но надо вспоминать и помнить, что мы все достаточно давно пользуемся вот этими вот электронными устройствами, которые там мерят давление, там, уровень стресса, еще что-то. Все эти данные агрегируются, куда-то передаются. Вот наше желание и наши хотелки по поводу регулирования, все штуки, они являются желаниями хотелки, да, что будет действительно на самом деле, там, через какой-то период времени, мы не знаем и даже не можем предположить, да, поэтому когда-то к этому мы все придем точно, но вот в каком отношении все это будет, да, и насколько зарегулировано, насколько можно будет пользоваться, насколько можно передавать на сторону, я тоже не могу сказать, да, хотя у меня перед глазами есть там супруг, который врач, да, и вот вся цифровизация, которая сейчас идет с точки зрения ИМИАС, там, Московского, областного, оно уходит все внутрь, и вот эти вот телеконференции, которые возможны, они, ну, как бы, начинают анализировать все возможные данные, которые, как бы, предоставлены в электронных картах, да, если в электронных картах будут какие-то ментальные еще вещи, то, скорее всего, на дистанционных всех вещах, в точке зрения врача, да, наверное, будет проще давать какие-то рекомендации, ну, в том числе, да, с использованием того же самоискусственного интеллекта. Спасибо, очень интересный комментарий. Перейдем к нашей следующей новости. Компания Microsoft представила инструмент на основе искусственного интеллекта, который позволяет создать реалистичные видео с говорящими людьми, используя всего лишь одну фотографию лица и аудиозапись речи. Вообще утверждается, что в DeepWake видео могут найти свое мирное применение в сфере образования и киноиндустрии, но сегодня все больше пугающих новостей про использование этой технологии. И какие чувства вызывают у вас эта новость от компании Microsoft? Ну, вот будто бы классно, технологии не стоят на месте, генерируются все более реалистичные видео, и вот тут лично для меня такой красный флажок. Все более реалистичные. Можно я начну теперь? Вот опять же, те же самые американские фильмы. Давайте вспомним. Вспомнить все. Со Шварценеггена. Старый, старый фильм, когда он прилетел на Марс вот с этой говорящей головой. Но это была маска, которая говорила за него. Сейчас Microsoft сделал похожую штуку. Плюсы на самом деле однозначно есть. Если мы посмотрим на все наши онлайн-школы, которые существуют, это когда идет дискретно, когда преподаватель наговаривает просто лекцию, и не предусматривается обратная связь. Вот здесь абсолютно понятно, что есть текст, есть фотография, которая потом начинает разговаривать с мимикой, с движением. Ну, как бы эффект присутствия, он, конечно, он всегда хороший. Существует масса конференций, на которых мы с вами тоже бываем, где есть люди, которые работают с микрофоном, общаются с аудиторией, а есть, которые читают по бумажке. Здесь замена тоже абсолютно понятна. А вот красный флажок, про который было сказано, это действительно штука очень серьезная. Если мы вспомним вот те дипфеки, которые есть видосные с накладыванием голова, если туда еще наложить звук, наложить, хорошее слово сказать, положить звук, то отличить в ближайшем каком-то будущем, в ближайшей перспективе реальную картинку от нереальной будет достаточно сложно. Тем более мы все с вами знаем, что уже на некоторых новостных каналах, не у нас, а там, говорящие головы подают новости и как бы вполне себе очень похожи на живого человека. Палка о двух концах получается, то есть технология, понятно, развивается. Технология видеообработки, технология голосовой обработки, технологии всего есть. Какой будет из этого плюс? Ну, вот что я сказал, возможно, еще те же самые медицинские телеконференции, когда идет доклад и все пользуются технологиями дистанционной связи. Но вопросы, да, подмены, дипфейка, они стоят очень-очень серьезные. Да, я буду как бы рад, если коллеги добавят что-то с точки зрения там, ну, какой-то там юридической, может быть, такой вот составляющей. Я тут хочу, наверное, сказать, что вопрос маркировки обязательной с генерированных видео, это, видимо, вопрос решенный. Абсолютно. Закон ЕС принят. Уже я подозреваю, что другие юрисдикции пойдут по тому же пути. Будут обязательно маркировать и видео, и заставлять, собственно говоря, создателей инструментов вводить соответствующие функции в своих продуктах. Тут аналогии можно, наверное, продукты компании Adobe, где вы прекрасно знаете, например, в Photoshop нельзя делать купюры. Просто он не даст. Вот. И вот такие же наверняка ограничения на инструменты для широкого использования, они будут введены. Что касается самой... У меня есть честный вопрос к маркетологам очень большой компании Microsoft. Ведь можно же было просто представить это, например, не по фотографии, а по какому-нибудь рисунку и рассказать о том, как это, например, изменит индустрию компьютерных игр, как облегчит работу аниматором по моделькам. И все. И вообще не было бы скандала, и не было бы тонны публикации с вопросом, зачем? Зачем? Зачем это так делать? Но иногда, видимо, очень хочется показать именно пример реалистичный, даже несмотря на то, что он скорее пугающий. Недавно, буквально на выходных, видел, оказывается, в Индии уже начали активно применять дипфейки, причем, скажем, во благо добра, более того, в избирательной кампании. В Индии много языков, кроме там, Индии пенджабского. Значит, видел нарезку роликов президента Моди на всех индийских языках, но как бы он сам говорит, это, естественно, дипфейк, но он, значит, делает политический месседж на всех языках Индии. Вот такое сделала, значит, политическую кампанию. Любопытно, любопытно, но пугает. Я бы продолжила, коллег, вот, Карена, в частности, по маркировкам. Это действительно, практика уже ширится. В Калифорнии прописано в Калифорнийском кодексе избирательном, что должна быть маркировка, если речь идет про распространение политических сведений, что это изображение не является точным представлением фактов. Вот. И эта маркировка нужна для тех видеоизображений, которые длятся больше двух минут. Вот. И это действительно хорошая идея с маркировкой, везде она будет применяться, но тут нужно разделить вообще типы дипфейков, точнее, их целевое использование, да. Если мы говорим про политическую сферу, как Карен опять привел, пример с Индией, то маркировка, мне кажется, действительно обязательна. Хотя бы потому, чтобы люди понимали, заведомо ложной или корректной информации не предоставляется о политической деятельности. А вот если дипфейки используются для каких-то упростительных, я бы сказала, целей в коммерческой деятельности, то, может быть, маркировка не совсем нужна. Я сейчас поясню, что имею в виду. Стало замечать, что даже в российском сегменте косметологи, которые занимаются продвижением каких-то товаров на рынке, они уже используют эти дипфейки активно, называют там себя кибер-имя, не буду оглашать, что это косметолог, но в любом случае девушка использует дипфейк для того, чтобы увеличить объемы своего контента и делать рекламу активнее. Есть еще смешной пример, мне скидывали коллеги, использование дипфейка в практике торологов. То есть буквально ставит на автоматизацию расклады карт. И тут мне тоже кажется, маркировка не особо нужна. То есть это развлекательный контент. Поэтому, да, маркировка должна делиться по целям. А если говорить про непосредственно новость про использование реалистичных фото для генерации видео, то, может быть, это и неплохо, что можно по фото что-то создать, потому что один из способов выявления того, что изображение, видеоизображение является дипфейком или нет, является метод обратного поиска изображений. Так вот, если мы используем одно изображение для генерации дипфейк, наверное, это изображение легче будет найти потом, да, и понять, является ли это дипфейком или нет. Поэтому классный инструмент. Посмотрим, как будет развиваться. Спасибо большое за комментарий. Но у меня уже есть друг, который удалил все фотографии, правда, еще до этой новости, все фотографии из социальных сетей, и когда его на мероприятии отмечают, ну, там, какой-то выкладывают фотографии, даже с того же Российского форума по правилам интернета, там много пришло таких уведомлений, это вы на фотографию, он бы везде поставил «нет, не я, это все не я». Вот, ну, такое тоже. Теперь случается. Наша следующая новость. Исследователь из университета штата Северная Каролина, США, разработали новый алгоритм машинного обучения, который натренирован, учитывая тот фактор, что люди не всегда указывают правдивые данные, предоставляя личную информацию. Ну, как будто бы, может быть, просто стоит припугивать людей, мол, ваши ответы перепроверят искусственный интеллект, давайте не врите, я так иногда делаю со студентами. Вообще, в новости указывается экономический интерес как стимул предоставлять неверные данные. И в основном исследование построено вокруг экономических выгод. Как вы думаете, о чем идет речь, и как будто бы в этой сфере уже все в 10 раз перепроверяется? Ну, если можно, опять я начну, наверное, тогда, да, с языком попроще, да, Да, само по себе исследование как бы, да, сделано на предмет экономических выгод, скольных банковских и все остальное по поводу кредитных линий, по поводу там получения каких-то денежных средств, финансов и же с ними. На самом деле все мы тоже прекрасно помним и понимаем, что даже в образовательной среде существует тот же самый диссерт, когда проверяется там те же самые диссертации и работы студенческие на предмет плагиата и жизни. Что касается банковской среды, то не всегда, ну, по моему мнению, опять же, да, как я с коллегами общался, разговаривал, не всегда те вопросы с корнами, которые задают банковские сотрудники, полностью закрывают ту анкету, которая есть по принятию решения выдачи либо не выдачи того, либо иного кредита, либо того иного продукта финансового. В принципе, дополнительный сервис с точки зрения аналитики ответов а-ля полиграф полиграфов, он вполне себе возможен, как некое дополнение к говорить правду либо ложь. Но мы все тоже знаем прекрасно, что существуют тренинги по поводу обмана того, что полиграфа, мы тоже знаем, что глубокий рерайт позволяет диссертацию либо студенческую работу переписать похоже на непохоже, и наверное в скором времени научатся люди обманывать искусственный интеллект на предмет правда это или ложь. Да-да-нет-да или-или и как с ним поступать. С точки зрения опять же юридической части я не могу сказать насколько это хорошо либо плохо. Но с учетом того, что существуют уже те методики, которые существуют. Никуда не денешься. Наверное, как дополнительный еще один инструментарий для проверки эта штука наверное неплохая. Но опять же надо смотреть где, с кем и для каких целей это используется. Я бы тут продолжила Кириллу, потому что он уже начал говорить о полиграфе и для меня тоже очень явная корреляция прослеживается. С полиграфами там все как-то плюс-минус понятно потому что та информация которая собирается с помощью них она больше относится к специальным категориям данных ну по сути про такое психологическое состояние человека во время допроса опроса и так далее. Если говорить про искусственный интеллект то здесь мы уже выходим в плоскость не специальных категорий данных а в плоскость недостоверной информации. И тут в целом я не вижу ничего плохого в том что информация будет проверяться. ну то есть если вот эта информация полученная от субъекта будет проверяться по информации из общедоступных источников каких-то ну почему нет да вопрос в том да с какими целями она будет проверяться будет ли субъект извещен о такой проверке вот тут с юридической точки зрения нужно было бы подумать о модели согласия да может быть о модели конклюдентного согласия что человек выражает согласие на вот эту проверку там тем что дальше дальше осуществлять сотрудничество с компанией которая использует этот инструмент вот но это уже вопрос к законодателям как это лучше сделать две вещи скажу во первых ну насколько я знаю по крайней мере модели скоринга да модели скоринга пытаются все-таки да анализировать чаще пользователя самого да там клиента чем подгонять его под профиль на основе там других данных они работают эффективнее с первичными персональными данными чем со вторичными в этом смысле когда у нас есть там определенный набор данных по нашему накопленному опыту мы где-то находим аномалии в ответе пользователя это наверное может быть полезно как некий флаг для человеческой проверки но ни в коем случае не может быть чистым основанием для подозревания скажем так пользователя я уже не говорю там про вещи как там нельзя совершать действия затрагивающие благополучие пользователей на основе исключительно автоматизированного обработки данных и так далее когда мы переходим от там данных и цифр как раз к некой автоматизации полиграфов и всего остального на мой взгляд это то что называется garbage in garbage out эта сфера настолько спорно противоречива нет ни одного приличного исследования первый вид который бы говорил о том что вот именно так оно работает вот такие вот есть там физиологические признаки это значит человек вжет ничего такого нет нет никакой научной основы абсолютно никакой поэтому на чем вы будете обучать искусственный интеллект с чего вы будете решать что он вообще там понял и посчитал и каков его процесс работы алгоритма и что он дал на выходе вы вряд ли сможете понять вряд ли это будет какой-то качественный продукт и вряд ли его можно будет серьезно использовать повредить многим наверняка можно будет если у нас сейчас продукт от самого OpenAI не умеет как следует детектить написан ли текст использования чат-жапит о чем тут в принципе можно говорить о какой лжи это все это кстати вот если мы будем использовать нейроданные и мы будем подключаться к мозгу и мы будем видеть когда человек жжет вот это другое дело тогда можно будет что-нибудь обучать и делать но до этого опять же еще сильно далеко большое спасибо я просто вспомнила как собирала документы на ипотеку там мне кажется как там соврать где очень нужно быть продуманным хотя наверное такие есть вне моего розового пузыря ученые из Сингапура отправили в пустынную местность 20 дистанционно управляемых тараканов им выдали крошечные компьютерные рюкзачки которые передают сигнал на сенсорные органы и таким образом можно управлять таракашкой исследования направлены на поиск новых решений для поисково-спасательных миссий как вы думаете насколько перспективным может быть использование тараканов спасательных операциях да и наверняка таких жучков в теории смогут использовать злоумышленники а может я опять скажу вот тут вселенную спасли человек-муравей если серьезно опять же вспоминаем собачки Павлова рефлекс все что было как сейчас дрессируют собачки в том числе вот эти вот ошейники которые там с небольшими ударами чем отличается таракан от собаки по большому счету есть там некоторые отличия рюкзак на него повесили и тоже тыкают чем-то да наверно как бы хорошо в поисковых если он может пролезть туда куда не может пролезть собака человека не может просветить какой-то радар ну наверно хорошо если есть обратная связь какая-то мини-камера встроенная ну такое вот будущее как Артур мини-пут и мультик тоже был там все маленькие и хорошо то есть комментировать тут на самом деле как бы надо весело хорошо ли это прекрасно когда это спасает людей но когда в этот маленький чемоданчик будет заложена маленькая бомбочка вот это будет плохо поэтому вот как-то так коллеги есть что добавить я бы наверное рассматривал это скорее как альтернативу микродронам дроны пока делать сложно дорого нет массовых технологий можно было бы сделать всегда этого робота таракана но это наверняка значительно дороже чем взять обычного и вставить в него там достаточно дешевый чип по большому счету ну да но то что миниатюризация робототехники с развития технологии будет понятное дело идти и о том что масса есть задач которые могут именно миниатюрные дроны роботы делать это ну явно в будущем будет я бы тут дополнила что на самом деле идея в целом очень старая а ничего нового в ней нет раньше просто изучали очень подробно пчел ос муравьев человек муравей и чем это интересно тем что это все общественные насекомые они как бы вот этим своим стадом роем и у них на уровне этих рефлексов отрегулирована вся их типа социальная активность выбор лидера как в новости написано что самостоятельно определяет лидера и с этой зрения изучение вот этих групп насекомых их поведение в каких-то контекстах в том числе в спасательных каких-то операциях псевдоспасательных для начала это может быть очень полезно в том числе для переноса вот этих стратегий может быть даже на человеческое общество на группы спасателей людей поэтому опасность с дронами очевидна тараканы дрона но с другой стороны научная подоплевка тоже есть может быть интересно изучить их поведение в данном контексте большое спасибо за дискуссию с полным текстом этих и других новостей можно ознакомиться в последнем дайджесте на канале управления интернетом в телеграм до новых выпусков до новых дэйu до новых до новых Субтитры создавал DimaTorzok